Шаблон мира и отступников – Бог – это дополнение и приложение. То есть Бог – последнюю очередь. Перед смертью я приду к Богу. Когда жизнь будет невмоготу, тогда я приду к Богу. Пока здоров, пока есть деньги, пока все в порядке, нет проблем, мне Бог не нужен. Это твердыня, убеждения мирян и отступников. Если ты такой же, с таким же шаблоном, то ты такой же мирянин и такой же отступник. Для верующего прежде всего Бог, прежде всего Библия, прежде всего присутствие, прежде всего помазание, прежде всего Дух Богоискания, прежде всего молитва, прежде всего поклонение, жертва, а все остальное – приложение и дополнение. И все, что Бог будет давать мне, пусть дает. Пусть все Бог не дает, пусть не дает. Если Бог дает, я не буду за это драться. Так вот, я начну, что у нас везде шаблон. Старое поколение, оно плакало о прошлом храме. Старое поколение, оно радовалось за то будущее, которое будет, за тот храм, который Бог строит. У старого поколения был шаблон, представление, какой должен быть храм. Но Библия, она прогрессирующая книга. И у нас должны быть прогрессирующие откровения, и лучше всегда будет потом. Как в храме Галилейском, что лучше вино приготовит Господь на третий день, на потом, на последок. Господь говорит Агею, что я потрясу небо и землю, и слава последнего храма будет больше и лучше, чем слава первого храма. И вот мы должны иметь эту веру, эту позицию. Но мы зацикливаемся на своих шаблонах, потому что определенного рода наш опыт в Боге, наше познание, наше познание и наш опыт для нас порой становятся шаблоном. Например, я исцелился сегодня таким образом. Я простой пример приводил, что я Бога пережил под такой песней. Теперь я хочу только эту песню. Это уже шаблон. Во время этой песни, во время этого прославления, во время этого поклонения, во время исполнителя или под эту музыку Бог посетил, а теперь я ищу эту музыку, а ты приходишь, а Бога нет. А что, песня была плохая? А что, песня была не от Бога? Нет! Бог просто не хочет, чтобы ты привык к шаблону. Песни в форме. Многие стали в своих глазах настолько умными, что могут определить или вычислить с Бога, я знаю, как исцеляться. Я знаю, как процветать. Я знаю, как быть счастливым. У меня есть секреты. Этому учить мир. Менеджмент. Секреты успеха, секреты того. Послушайте, никто не знает, откуда приходит дух и куда уходит, кого Бог собирается возвещать, кого Бог собирается унижать, кого Бог собирается благословлять и там подобное. Вы понимаете, о чем речь идет? Это от кофея не ставит нас в постоянную зависимость от Духа Святого, чтобы мы постоянно искали Бога. Например, ты скажешь, я знаю, буду исповедовать, ранами Иисуса я исцелен. Ты исповедуешь уже третий месяц, а не исцеляешься. Скажешь, Бог не хочет исцеляться. Бог забыл меня. Бог отверь меня. Нет! Бог хочет освободить тебя от шаблона. Потому что, может, сейчас не надо исповедовать за ранами Иисуса, я исцелен, а может, надо сказать, я прощаю. И ты будешь исцелен. Или Бог хочет, чтобы ты приносил жертву кому-то. Может, подозревать Бог, приноси жертву этому человеку, и ты будешь исцелен. Это как, мы говорили этот пример, это хороший пример, может, старый, но поучительный очень важный. Когда мама приходит к Йонгичу и берет своего ребенка в коляске, дочь и говорит, молись за исцеление. У нее был такой шаблон, сейчас Йонгичу помолится, возложит руки, и дочь будет исцелена. Был шаблон. А Йонгичу говорит, ходи полгода на всеутренние молитвы, и через полгода твоя дочь встанет с коляски. Все. Женщина смирилась, женщина вошла в послушание, женщина сорвала шаблон, и вошла в послушание к Духу Святому, и делала это, и через полгода дочь встала из коляски. Сколько лет ты мучаешься от своей проблемы? Сколько ты мучаешься от своего характера? Или как другая женщина привела своего сына, у которого не было пятки, к мужу Божьему, орлу реборцу, и говорит, помолись, орлу реборц посмотрел, пятки нету, говорит, в моей жизни, в моей жизни не было чудотворения, я могу только исцелять. У нее был шаблон, что Бог будет двигаться только в служении исцеления, потому что Бог показал себя в исцелении, больше нигде, а Бог хотел вести его дальше. Вы слышите, о чем я говорю? Я не слышу вас. она говорит, а мне не нужна твоя вера. Я верю, что Бог может творить чудо, даст пятку. Я хочу, чтобы именно ты возложил руки, и я верю, что когда помолишься, произойдет чудо, у моего сына будет пятка. Это не та пятка, о которой говорят наркоманы. И помолился Ора Робертс, произошло чудотворение, появилась пятка, он начал молиться за чудотворение. Не слышу вас. В нашей жизни всегда будет происходить такое, что не будет срабатывать вчерашнее твое откровение, вчерашнее твое манно во имя Иисуса, потому что Бог хочет дать тебе новую манну, новое откровение во имя Иисуса. И у нас везде в вопросах процветания у меня вот такой шаблон. Я отдаю десятину. Хорошо. Я жертвую. Хорошо. Я работаю. Что еще надо? Освободись от горечи. А может, надо освобождаться от блуда, потому что дух блуда мешает тебе познать Бога. Просто. Очень просто. Знаете, когда я заболел, у меня на языке было это образование темное. Оно уже было долгое. Но обнаружили чуть попозже. Знаете, я сам учил в библейской школе. Я сам преподавал о дарах исцеления. Я говорил о естественной платформе исцеления. Я говорил о дарах исцеления. Я учил о чудотворении. Учил и проповедовал. Много говорил о исцелениях. Но в этот момент я просто понял, в духе понял, дух святой объяснил, дал понять, что я даже не должен вести ни духовную брань, не пошел вон дьявол, не исчезни, не убирайся. Ранами Иисуса я исчезал. Не это, не то, не то, не то. А ищи Бога. Я искал Бога. Искал в Библии. И я получил стих. Казалось бы, этот стих вообще никакого отношения не имеет к моему исцелению. Но из-за того, что я взял этот стих верою, как откровение, Бог сломал мой шаблон о исцелении. И я в Филиппице прочитал, если моя жизнь предоставляет плод, Господи, Твоему делу, оставь мне жить. Вот этот стих, это откровение, и принесло исцеление во имя Иисуса Христа. Для меня было это познание новое. Ты понимаешь? И вот родственники, сестры Лазара, у них был шаблон, сейчас Христос придет и исцелит от насморка. Они верили, что у них был шаблон, Христос исцелит от насморка, исцелит от горящей, как теща у них было познание. А Христос хотел вести дальше. Он приходит, говоря, Лазарь помер. Они не знали, что Христос хочет, чтобы они пошли дальше своей вере, познании своем, чтобы они познали силу воскресения, увидели Христа, что Он есть в воскресении и жизнь, не в конце их жизни, а есть в воскресении и жизнь сейчас, здесь, в Твоем имя Иисуса. Он ломал их религиозный шаблон, который был основан на Слове Божьем «Я есть в воскресении жизнь». И у нас во всем так. И поэтому Бог говорит это Слово нам. И я хочу говорить вот что. Второе коринфянам, Третья глава. Слушайте внимательно. Пишите Евреям, восьмая глава, третий стих. И пишите Второе коринфянам, третья глава, 17-18 стих. Написано «Господь есть дух, а где дух Господень, там свобода от шаблона». Ты не можешь прилепиться к какой-нибудь методике. Дух Святой тут же может дать тебе сто ответов на одну и ту же проблему. Проблема в том, что мы не слышим новые, новые песни, новую музыку, новые ответы, новые идеи, новые мысли на бизнес, на служение, на творчество. У нас порван, сорван этот контакт с Духом Святым. Но Библия четко говорит, где Дух Господень, там свобода. А здесь Дух Господень, здесь свобода от всякого штампа во имя Иисуса, от всех твердых во имя Иисуса, рухнет именем Иисуса. Генерал Неман пришел к Елисею. Генерал, я говорю, генерал сирийский из вражеской армии пришел к генералу. Притом, сам Елисей сказал, пусть придет сюда. Царь израильский боялся, был в страхе. Елисей говорит, пусть придет этот генерал и узнает, что есть Бог в Израиле, пусть придет. И он едет с подарками, со своими телохранителями, со всеми сопровождающими, на мотоциклах, на машинах, на верблюдах, на лошадях. Вся обслуга была, все повары были, все палатки были шикарные, все было. И Елисей говорит, генерал идет. Елисей говорит, понимаешь, это ты так планируешь, так должен пастырь ко мне относиться, как должен Елисей ко мне относиться, так должен, так молиться. Вот выйду, возложить руки, а Бог, например, хочет исцелить прямо сейчас кого-то во время этого слова. Бог может срастить кости твои прямо этого служения, прямо сейчас, без возложения рук. Елисей говорит, Гейзи, иди сюда. Гейзи приходит, кто может себя считать Гейзием здесь? Гейзи, иди сюда, иди скажи генералу, чтобы он пошел семь раз, окунулся в реке Иордан. И там читаешь, четвертое царство в пятой главе у генерала был шаблон, был штамп, был сценарий, как он получит свое исцеление, как он получит свое чудо, как он получит свое просветание. Или у сестры есть сценарий, как она выйдет замуж только через хор. КОНЕЦ